А помнишь, мы мечтали о том, чтобы кофе пить у моря? Посмотрите, какие места ждут вас. Какой от обрыв. Ой, ёпт! Так, аккуратно. ЙОХУ! Вы просто посмотрите! Чуть-чуть поднялись, и такой вид меняется. Посмотрите, какая красота! Неужели всем остальным сюда выходить нельзя? И вы такие приезжаете, садитесь на скамеечку и смотрите. Вид на море сумасшедший, на горы загорают. Люди с кальян, люди с удочками. Девушка разделась полностью, легла, кайфует. Храм, фонтан, уточки, кристально чистое озеро. Посмотрите, какая красота! Фонтанчики уже полностью все подключены. Великолепная красота, на которую я сегодня приехал. Абрао-Дюрсо, 1870 год. Ехать до Абрао-Дюрсо, из Анапы, 55 километров. Это час 18 минут показывает сегодня. Но машин немного. В летний период может там 2 часика у вас уйти на эту дорогу. На Тухаевской, на повороте на Раевскую, есть одно местечко, которое я часто посещаю, когда двигаюсь куда-то в этом направлении. Вкуснейшая чебуречная. И, собственно, мы с вами сейчас попробуем эти чебуреки. Я также туда дачу, в поселок, есть вкусная шаурма. Меня Максим и я научил, ценники. Чебурек с сыром и чебурек с мясом. И кофе три в одном. Желаю мне приятного аппетита. Надеюсь, что все будет хорошо. Мест тут много где посидеть. То есть вполне себе очень хорошее, удобное место при поездках на Вроссийске. Либо как вот мы едем на озеро Абрао-Дюрсо. Чебурек с мясом вкусный. Чуть хелла попал ценнику. Вспоминайте лето. Ребятки, дорога сложная. Но того стоило, смотрите, какая зелень вокруг. И мы подъезжаем к Абрао-Дюрсо. На въезде нас встречает такая вот надпись. Абрао-Дюрсо, 1870 год. И дальше уже спуск непосредственно к парковкам и самому озеру. Вывеска Абрао-Дюрсо. С правой стороны у нас платная парковка. Ранее был знак, который показывал, что он с левой стороны дублируется налево. Можно уехать, там есть еще одна платная парковка. Кстати, налево еще один пляж. Очень даже интересный. Можно побывать. Посмотрите, сколько машин стоит. Я всегда пытаюсь найти бесплатную парковку. Для этого проезжаю вдоль озера дальше. Ну, как-то, не знаю, не нравится мне платить за парковки. Людей, я думаю, что сегодня мы увидим много. Растут все настолько занято. Да, работают флоткорты. Ездить, что покушать. Вторая парковка. Смотрим, что много мужчин на ней. Хотя на ней сейчас подняты швакбалом. Получается, что можно туда заезжать бесплатно. Но мы прокатимся немножко дальше. Посмотрим, есть ли там свободные места. Вау, здесь восстановили вдоль озера набережно. За храмом здесь имеются парковочные места, на которых тоже можно бесплатно припарковать. Потому что в лето те будут платные сто процентов. Единственное, с правой стороны вы видите, что... А нет, мне повезло. Все-таки одно я нашел. Но в основном все заняты были. Даже если вы даете до конца озера, там тоже есть парковочные места, то вдоль озера есть тротуар. Там даже лавочки установили. По ним можно очень хороший променад совершить. Я свою прогулку стараюсь всегда начинать от храма. Потому что сюда ты приезжаешь, и здесь вот теперь есть такая вот великолепная набережная. В ту сторону, там даже ливневая система, мусорки, лавочки, я вам сказал. И очень красивая видовая площадка. Какое освещение сделали. Я прям восторгаюсь. Плиты такие же, как и в парке Галицкого, используемые для тротуара. Вот так же можете теперь гулять. Более тут очень скоро будет очень зелено. И сейчас зеленые насаждения выпускают листочки. Но потом эта тропинка будет утопать в них. И глядите, ребята, здравствуй, Абраун Дерсо. Еще как нам повезло, смотрите, алый парус. Фантастика. И, конечно, люди везде свиньи. Даже здесь на таких видах они позволяют себе гадить. Листики зелененькие на фоне озера Абрау. Великолепная красота, на которой я сегодня приехал порадовать и вас, мои дорогие друзья. Фантастика. Ну, а сзади храм. Он тоже очень красиво смотрится в вечернее время. Кто-то в плотных одеждах, кто-то уже в шортах и маечках. Я вообще по красоте. Дальше с смотровой площадки. Мы по тротуарчику спускаемся уже ближе к озеру самому. Здесь несколько кафе и набережная. Самые классные прогулки всегда начинаются именно отсюда. Лесенка без пандуса, так что имейте это в виду. Это, конечно, большущий косяк, что так. Отсюда видно новые строения по горам вокруг Абрау-де-Рсо. Все больше участков тут продают. И все больше людей переезжают в эти районы жить. А что тут рядышком? Два пляжа. Красивейшее озеро. Живи не хочу, особенно на пенсии. Здесь у этого кафе есть несколько беседок, в которых можно разместиться. Ну, и выполнено в таком стиле Прованс, наверное. И, спустившись вниз, мы начинаем наблюдать само озеро. Водичка прозрачнейшая. Когда-то здесь берег был не оборудованный. Я даже в нем купался. Она, кстати, пресная, эта вода. То есть купание здесь совершенно по-другому очищает. Цветущие деревья, другие распускаются. Также присутствуют вечно зеленые. Ну, и парковка возле этих кафе была, к сожалению, занята. Можно увидеть, что здесь предлагают завтраки. Панкейк за 290. Остро-картофельные драники за 490. И полностью все меню. Есть у них сайт и цены. Суп-харчос со страдикой за 1490 рублей за 470 грамм. Конечно, меня очень порадовало. Я уже привык к разным ценам, но к таким как-то еще нет. После подтопления здесь была подмыта вот та дальняя набережная. Сейчас ее уже восстановили. Смотрите, какой каскад с лестницей. Очень красивый. И также восстановили перс. У него можно выйти в летний период. Здесь разнообразный прокат есть. Также и с той стороны он существует. Но до туда мы еще дойдем. Там я смотрю, что и сейчас можно этим заниматься. Но набережная выглядит очень красиво. И я думаю, что вас это видео привлечет на посещение. Я, конечно, тоже не могу удержаться, чтобы не посетить этот перс. Потому что он очень привлекательный. И с него мы сможем разглядеть полностью вот эту набережную. Ух, и ощущения такие ходить по воде прям классные. Плавает много мелкой рыбешки. Рыба в озере присутствует. У меня подписчица. Моя очень часто сюда приходит половить. Но ловят они, по-моему, вот с той стороны. Там, где дикие пляжи. Ну и вот так вот выглядит набережная. Оберегу крепления здесь сделали конкретно. И камни, и щебенка, и сваи. Ну и сама набережная новая. Теперь только не хватает тех деревьев, которые там были высажены. Будем надеяться, появятся какие-то новые. Ну, супер, молодцы. Мастер-класса по фотосессии. Проел все, буду повторять. Это моя группа поддержки была. Люди за каждым столиком. Потом тут дальше и сюда поставят. Есть два варианта прогулки. В ту сторону можно идти по вот такой вот брусчатке. Тут плитка такая же, точно как и там мы смотрели с вами. Раньше здесь был ряд деревьев. Ну, размыло, все разнесло. Потопами, большой водой, которая сюда пришла, к большому сожалению. И сейчас сделали. Снизу вот такая галька. Сверху удобный променад. Здесь новое освещение реализовано. Ну, для меня единственное, что мало деревьев стало. Раньше их было очень много. Это было гораздо круче. Сколько разнообразных судов, катамараны, парусник, какой-то непонятный катер с людьми. То есть прогулочку совершают. Ну, а здесь ребята отдыхают на камушках. Видите, сверху просто променад. Снизу в основном все на отдых, на галочки приходят. Здесь мы можем увидеть платаны, которые уже начинают пускать первые листочки. Это классно. И все ближе становится основная набережная. Вообще сюда приезжают, наверное, не по набережным гулять, а в первую очередь на завод шампанских вин. Я там был. Смотрите экскурсию у меня на канале. Меня все-таки больше интересует именно прогулочная часть. Тем более ее улучшают. Друзья, то есть там улучшили набережную. Ее начинают дальше улучшать. То есть носят старые белые балясинки. Ну, хотелось бы, чтобы были белые. Там было так классно с белыми балясинками. Ну, что-то мне вот эти вот шнуры так не заходят. Хочется, чтобы было красиво. По крайней мере, в любом случае, здесь надо береговое укрепление. Но будем смотреть на дальнейшее развитие. И поднять ее надо, потому что постоянно озеро выходит из берегов. Я вижу, что бетон уже здесь залили свежий. Дальше мы будем следить за ситуацией. В амфитеатр мы зайдем позже. Сейчас давайте посмотрим вообще на территорию, что здесь проходит. Давайте вот туалет вам, пожалуйста, находится туда. Мы пойдем прогуляемся с вами потом дальше через пак. Но посмотрим сначала, что здесь есть. Тут, я помню, была кафешечка с левой стороны. Ну, что-то пока она закрыта. Нет просто туристов. Ну, и вот эти все сувенирные ларечки работали тоже в полном объеме. Сейчас пока, ну, процентов 5 открыто из 100. Эта каруселька тоже крутится. И сейчас, видите, открыт аттракциончик. Туда, с левой стороны, находится кафешечка с блинами. Здесь касса на этот аттракцион. Ну, и точки торговые, которых вы можете как раз-таки прикупить. Все нужные и не нужные вам сувенирчики. И люди, люди, люди. Отовсюду люди идут. Вот, с левой стороны находится ресторанчик. Я помню, это стояло меню по ценам. Оно меня прям поразило там. А вот, с правой стороны находится столовая СССР. Вход по Брау-Дюрсу на эскурсию. Туда дальше. Вот, если вы захотите, посетите. Приехали сюда именно ради этого. Ну, и парк. Мы еще вернемся погулять. Сейчас покажу вам с левой стороны. Здесь разнообразные фудкорты. Ну, вот, можете посмотреть по ценам, что под чем. Я думаю, что если вас заинтересовали мои салона, то вам понравится. Вот, устрица за 550. Ну, в принципе, сейчас это уже можно назвать, наверное, средним ценником. Там супчик с ягненком. Харчо за тысячу, сколько там, 390 или 1400 баллов. Это прям фантастика. Здесь, смотрите, центр туризма находится. Информацию можно получить разнообразную. Низвижимость предлагают. Блэкстарбургер. Но это все не работает. А здесь фудкорты. Слушайте, все закрыты. Я прям удивлен. Жаришка. Раньше они работали. Ну, вот, обзор по фудкортам быстро начался, так же и начавшись. Вот там работает кофейня. Я так понимаю, что все как раз туда и стремятся. Здесь имеется фирменный магазинчик. Сыр, сыр, разная продукция. Раньше кефир здесь нравился, но сейчас я так понимаю, что, скорее всего, его нету варенья, чаечки и мороженое есть натуральное. Ну, по крайней мере, было. Не знаю, что это, но раньше это был гражданский самолет. Сейчас они здесь летать не должны. Дальше, дальше есть отделение Сбербанка. Вот еще один ресторанчик с левой стороны работает. Дальше по Нагорье. Также здесь есть работающий генератор. А дальше башня с часами. И по лестничке, ну, пока не верю, раньше можно было подняться на центральную площадь. Здесь происходит там открытие сезона, закрытие и другие мероприятия. Эта сцена поднимается. Отсюда дальше там скамеечки имеются. Народ тусит. А здесь, в правой стороны, арт-базар. То есть там показывали разнообразные ремесленники, свои творения. На дороге, на которой мы заезжали, в левую сторону, говорю, парковка есть. Приезжайте вот сюда, на парковочное место, на платное. Также автобусы сюда экскурсионные приезжают. И заходите сюда, в экскурсию по подвалам Абрау-Дюрсо. Там дворик очень интересный. Там другие предлагают вам особенности. Классный фонтанчик из бутылок шампанского. Собраны качельки, разные сезоны для отдыха, ожидания экскурсий. Ну и сюда вниз как раз таки путешествие к озеру. Просто за дворками провел, чтобы по большему информации показать. Далее здесь лайт называется. Ресторан-бар Корокки. Столики стоят, работает он или нет. А с этой стороны, кстати, вход в арт-базар открыт. Акция. Какой там сувенирный магазинчик. Территория с этой стороны, тем более, приятная и красивая. О, кстати, вот этого не было. Здесь такой симпатичный дворик. Тоже для отдыха благоустроили. Скамеечек много. С переплетением улочек под туйками и деревьями. Это очень хорошо. Вот еще один фирменный, но это уже именно Брау-Дюрсо. И здесь продают вина и шампанский. Я здесь несколько раз покупал бутылочки. Столовая здесь. Горячая выпечка рядышком. И пирожковая пирожки. Здесь все эти вкусные, классные, прекрасные были. Постоянно их покупал. Но сегодня я уже съел чебурек. С этой стороны на здание, смотрите, сверху написано, что здание 1913 года постройки. Мы позабивали колышки. Что-то высаживают интересное. Долго будет расти. Надеюсь, наши дети увидят. Кстати, для меня новшество, что здесь высадили виноградник. То есть можно посмотреть, как он растет непосредственно на виноградника, чтобы туда не ехать. Вот вам выставили экспозицию. То есть уже почки пускают, подрезаны. Скоро появятся новые побеги и листики. Как я и говорил, людей все больше и больше приезжают. Здесь еще цветения вот этих деревьев, когда начинаются, как-то правильно называются они, если кто помнит, напишите. Тогда здесь просто такие вау-краски. Хочется приезжать и наслаждаться. Да и сейчас, в принципе, уже зелени достаточной, травка зелененькая, можжевельники радуют. Пожалуйста, приезжайте на прогулку. В левую сторону у нас качельки. В виде месяцев раньше они светились, а вот те самые деревья. И вот-вот начнется цветение. Видите, готовятся они к этому цветочки. Ну а здесь должен работать фонтан. Хотел мороженого съесть, а мороженого не работает. Много чего, короче, сегодня не работает. Туда по прямой у нас арочная конструкция из роз должна быть, пока розы еще тоже не зацвели у нас. Но цветут деревья тоже белые. Красавица, как нам это нравится. Здесь налево пойдешь в столовую, как я говорил, СССР найдешь. Сюда подарочку розочки. Здесь сердечко, в котором можно сфотографироваться. Но направо мы пойдем сходим к набережной. Амфитеатр, ребятки. Он часто бывает затоплен. Здесь скульптура мальчика с дудочкой. Ну и, собственно, здесь заработал фонтан. Классно, слушайте. Влево набережной тоже идет небольшая реконструкция. Радует, что сейчас нет подтопления. Я подождал, пока здесь местечки освободятся. Прям жесткие фотосессии, если хочется прям в озеро занырнуть. Вода-то чистая. Ну, наверное, еще прохладно. Воздух сегодня почти 27, без ветра. И поэтому хочется и купаться в сам амфитеатр. Мне он очень нравится. Давно на него прихожу, ФАП. И радуюсь от того, какой он красивый. Ну и тысячу фотографий для всех людей здесь есть. Когда фотографии все сделаны, можно идти дальше. Прогуливаться по самой набережной. Опять запустился там алый парус. Мне прям очень понравилась эта лодочка. Я так понимаю, что прокаток где-то туда дальше есть. Живи легко. Здесь реклама именно разнообразных бутылок с шампанским. Обрау Дерсо. Кофей 100 грамм 24 рубля. В общем, мороженое такое получилось за 300 рублей. И кофе 300 мл за 180 рублей. Надпись Обрау. Юлиос Майн. Кофеечек после мороженого. Мороженое, кстати, вкусное. Могу сказать, что не зря. Пробуем. И фонтанчики уже полностью все подключены. Я думаю, на выходных здесь уже можно смотреть концерты с ними. Дальше идет прокат катамаранчиков. По озеру можно покататься. Для тех, кто не любит крутить педали, здесь есть даже электрокатамараны. Сейчас повторим еще по ценам. Я бы вот на таком шампань прокатился. На закате, вред, наливаясь еще и по шампанскому. Мы с него смотрят фонтаны. Электрокатамаран прям прикольный. Стоимость у него 1330 минут. Чтобы на позерсием прокатиться, будет стоить 2600. Обычный катамаран 800 рублей. На прогулочном катере 30 минут 400 рублей. Индивидуальная аренда полученного катера 30 минут 4000. Смотрите, ребята, тут вчетвером кинули пацана. То есть они пришли без него. Хотели уже уезжать. Он пришел, а что вы без меня? Пробегает. А тут говорят, только четверых. И все. Вот они теперь уплывают. Но типа его не кидают. Вроде там все как бы там. Бери себе обычный катамар. Короче, это такая трагедия. Смотрю вообще. Эх, девчонки, девчонки. В общем, там на катамаране один парень едет с 3 девушками. А другой парень остается здесь. Решился прокатиться. Но здесь очередь. То есть несколько семей, которые стоят и ждут электрокатамарана. Масфальт по озеру что-то ногами не особо хотелось. Был готов потратить 1300, чтобы поснимать контент. Но ожидать очень-очень долго. Минимум часа полтора, наверное. Пойдем погуляем. Я хотел вообще Никиту с собой взять, чтобы ему обидно не было. Ну, не судьба. Я тут больше узнал информацию. То есть Никиту кидала даже там не подружка там, ли, друг, а жена. Здесь закончили уже возведение кафе. Я был, когда здесь была еще стройка. И, пожалуйста, теперь в дальнем углу здесь можно поесть с видом на озеро. Но самое красивое, что здесь уже цветение этих невероятных деревьев началось. Посмотрите, какая красота. С надпадочами солнышко. Фантастика. Туда дальше еще одна есть. И вау-ферта. Тут обсыпали все белыми камушками. Смотрится очень красиво. При том, что здесь нет такого наплод туристов. Везде очередь даже сфоткаться возле дерева. Бесплатно, но очередь стоит. Воды много. Даже нижний ряд плитки подтоплен. Кстати, озеро очень теплое. Стою в воде. По ощущениям прям великолепно. Весна-весна. Точнее, это уже лето, ребята. По температуре и по погоде. Там такая атмосфера. Музычка играет классическая. Люди сидят такие. Красота. Я вот дошел до второго дерева. То есть место здесь прям очень привлекательно. Также будут цвести там дальше в саду. Только они там пониже. И более пушистые цветы. Смотреться это будет очень круто. Приезжайте, ребятки, обязательно. А здесь по центру парка, я смотрю, и дорожки сделали, и цветочков тоже навысаживали. Сейчас вернемся как раз через него в ту сторону. Здесь раньше был простой подход к пляжу. Сейчас смотрю, перекрыли. Там лодки местные жители их используют, чтобы путешествовать по озеру, ловить рыбку. Наверх поднимаемся и идем направо. Там есть пляжи. В основном всех туристов заканчиваются путешествия как раз-таки здесь. И они даже не знают, что если пройти туда дача. А здесь выход, потому что из подвала вы дальше возвращаетесь в парк. Чуть погуляли и уехали после экскурсии. Но если пройтись дальше по вот этой дороге, то мы попадем на пляж, на озере. Абсолютно официально, на котором можно купаться. Во-первых, покажу вам вид, которого вы могли бы даже не увидеть, если бы не посмотрели этот видеосюжет. То есть отсюда храм, фонтан, уточки, кристально чистое озеро. И вид туда дальше на лес. Сюда вот как раз-таки спуск уже идет к пляжам. Ну и на деревья, знаете, тоже очень красиво смотреть отсюда. Ну согласитесь, такого бы вы не увидели, если бы сюда не пришли. Лучший вид на красивое озеро. Конечно, если подниматься, то дача, там есть смотровые площадки. Я думаю, что оттуда мы тоже посмотрим. Там тоже вид, вау. А здесь, если вы туда не собираетесь, смотрите, кайфуйте. Смотрите, ребятки, здесь погибла змея. Опасайтесь. Парень, он только что рассказал историю, что вчера его старшего брата укусила гадюка. Чуть не умер, он говорит, но это с его слов. Там температура в больнице повезли и так далее. В общем, змеи проснулись, будьте аккуратны. Идем мы дальше. Здесь встречаются такие вот деревянные спуски. Как раз на пляж Абрау. Вот люди уже в купальниках гуляющие. И в озере купальщики. Я теперь начинаю жалеть, что не взял с собой тоже купальник, чтобы... Как водичка, скажите, пожалуйста. Холодная. Ой, не обрадовали. Здесь какие-то аборигены под деревом отдыхают. В общем, картина маслом, как говорится, на озере. Я вроде бы встал ножками. Ну, там мель была, может, поэтому мне тепло показалось. И здесь мы сейчас видим вторую часть озера. Если вы, допустим, путешествуете на пляж, который тоже в левую сторону перед Абрау ходить, то там вы проезжаете вот за ту гору и туда уходите. То есть озера вы видите гораздо больше. Поэтому экскурсию туда я вам советую. Вода, ну и кристальнейшая. Дальше еще ребята загорают на камушках. Парочка с той стороны мужчинки. В общем, красотища. Приезжайте, отдыхайте. Побрал настоящий рай. И пишите, как вам. Да нормальная водичка. Примерно теплее, чем в море, 100%. Прям уверен в этом. Пользуйтесь. Да, я был прав, что температура теплее, чем в море, 17,2 градуса. Но это здесь поверхностные слои. Возможно, на глубине она поменьше будет. Это потому, что здесь слои, видите, воды не переворачиваются, как в море. И оно постепенно, до глубины, уже потом прогревается. Там вообще девушка разделась полностью или два, кайфует. Ну и мы вместе с ней. Я дошел и до тюльпанов. Обратите внимание, какие они здесь прям бордовые. А дальше фиолетовые. Ну и территория возле ресторана Брау. 200 тысяч, 870. Тут, походу, Никита жену дождался. Идет с ней он общается в красных шортах, который парень. Блин, ну вообще реально, вот как можно было? Я прям хожу и такой негодую по этому поводу. Вы бы, ребята, развелись или нет, если бы вас так же. Вот он сейчас там ей высказал все. Но она на него уже повесила сумку и все остальное. В общем, Никита, походу, глубоко. Ладно, ничего не буду говорить. Дай бог им счастья, любви. Тут кота, кстати, работает в зимний период. Но он такой, наверное, ноль, но у нас сейчас в Анапе гораздо лучше. Сейчас здесь под арочками сидит очень много людей. Ну, мы с той стороны смотрели. Эту часть все больше зелени, все больше кислорода. Это хорошо. Прямо еще одна аллейка. С правой стороны есть здесь, как раз, такие магазинчики разные. Я хочу вам показать вход в столовую. Нашел розовые тюльпаны и кота, который там что-то все делает. Кс-кс-кс. Фига-твеличешь. Ой, какой он страшненький, что-то. И, кстати, прокат электромбайков. Ну, и вот столовая. СССР называется. Там тоже кормят вкусно. Могу вам его советовать. Пойдемте обратно к машине. Поехали к морю. Красивые фотосессии. Это вообще прикольно. Все-таки, как девчули в таких вот платьишках гуляют. Мы едем в правую сторону. Если смотреть на озеро, лицом к нему стоим. И вот, как я и говорил, здесь яхт-клуб находится. То есть отсюда можно, наверное, взять в прокат яхту. Сзади там большая территория. Она, я думаю, в скором времени тоже застроится. Винд-ту-го. Кофейня, бар. Я видел, как тут регата проходила. Там территория для детей. А вот еще тут яхты. Это продолжается яхт-клуб. Его территория. И будем объезжать полностью озеро. Первый поворот за озером налево нам сюда. Тут для тех, кто хочет сэкономить, имеется даже магнит. Мы въезжаем в правую часть поселочка Брау-Дюрсо. Вот он с правой стороны магнит. Приехали. Можно по хорошим ценам обычным, как говорится, прикупить продукты. А не по тем космическим, которые возле озера существуют. Ну и дальше нам надо через перевал уехать в сторону поселка Дюрсо, чтобы попасть на море. Также эта дорога используется для того, чтобы проехать на малую трещь. Туда надо будет как-нибудь тоже выехать. Сегодня этого в планах нет. То есть вот так вот петляя, дорога нас должна привезти на первую смотровую площадку. Тем, кто не любит серпантины, можно поехать там в левую сторону. Там, по-моему, таких особых серпантинов не было, насколько я помню. На возвышенности имеется замок, кафе, отель, банкетный зал находится. И дальше строения у нас уже до Дюрсо не будет. Поэтому спокойно доезжаем до смотровой площадки. Первая смотровая площадка. И туда дальше можно в лес прогуляться. Экотропа. Там подписано даже. Здесь вы остановиться не можете, потому что сплошно поднимаемся выше. И там уже паркуемся. А вот смотровая для тех, кто едет с нашей стороны. Здесь еще и кофеечек продают. Парковка, помост и невероятный вид. Можно комментировать, можно не комментировать. Но вы обязательно напишите, как вам эта красота. Особенно с таким видом лодочки. Фонтанчик и само Абрау-Дюрсо. Жалко сейчас летать нельзя. Я в плане в том, чтобы на квадрокоптере пролетели. Да и вы бы быстрее к нам приезжали. Увидели, что тепло и хорошо. И на выходные в Анапу. Классно. Как это раньше было. И здесь еще одна смотровая есть. Тут деревья что-то мешают. Раньше получше было. Если туда дальше пройти, в лесик там можно найти площадочку посмотреть. Дальше у нас идет перевал. Чуть-чуть серпантина. Какая здесь уже зелень. Лето прям. И температура воздуха 24 градуса. На въезде здесь обычно фонтан работал. Но что-то не работает. Виды здесь прям вау. Виноградники встречаются на склонах гор. Едешь как будто в другая вселенная. Я помню просто свои первые эмоции, когда впервые двигался по этой дороге. Заехал за право-Дюрсо и такой, да ладно. Тут есть еще что-то. Жизнь, горы, Кавказ. Красота. Вот он сам поселок Дюрсо. С левой стороны начинается частный сектор. Строятся новые гостиницы. Есть детский городок. По правой стороне тут большинство это базы отдыха. Здесь такой небольшой пляж. Но в летний период он мега популярен. А сам поселок вдоль долины речки. Дюрсо вытянут. И уходит прям до самого моря. Дюрсо Тавер. Тут башня Дюрсо. В левую сторону называется это местечко. Ух ты, там, что красиво-то понастроено. Новинные дома. Разные магазинчики. Здания очень классные. Вот сюда, направо, поворот в сторону малого утреша. Там много баз будет разнообразных по берегу моря. Также автокемпинги встречаются. Ну, встречались раньше, давно не ездил. Надо будет как-нибудь прокатиться обязательно туда и вам все это показать. О, я смотрю, тут был шторм. Прям до сюда волны доходили. Там с правой стороны просто валяются ошметки всяких домов. Будет интересно сейчас посмотреть, в каком состоянии здесь территория пляжная. Здесь, направо, летний период времени денег обычно просили, чтобы припарковаться. Но мы сегодня найдем этого места бесплатно. Вот одно для нас тут есть. Здесь парковка занята вся автомобильными и транспортными средствами. Мы с вами выходим на пляж. Что здесь происходит? Люди загорают, люди с кальянами, люди с удочками, еще с семьями люди. И туда дальше видно речушку. С пляжа все посмывало. Конечно, выглядит он как-то немножко по-другому. В общем, небольшой такой пляж. Особенно на нем красивый вид. Вот от той вышки, если на малую трещь ехать, вы как раз будете мы в нее проезжать. Но при этом этот пляж очень притягателен. И сюда съезжаются люди. Даже сейчас вы можете видеть, несмотря на его труднодоступность, сколько их приехало. Конечно, в Анапе на пляже гораздо больше. Смотрите, кстати, в телеграм-канале. И участвуйте, ребята, в розыгрыше моего венчика домашнего. Каждый день разыгрываем. Либо пить хаточка. На щетку он залетит. Так что будем рады вас. И можете поддержать канал на поездки такие. Собственно, на бензинчик по номеру телефона, который видите на экране. Но я думаю, что давайте спустимся к берегу. Посмотрим поближе, как там выглядит море. Здесь находятся в летнее время разные торговые площади. Можно и чебуриков покушать. Они тут даже славятся. Ну и пляж оборудованный. Там как бы все есть. Слазим и пойдемте глядеть. А что ж там море. Тут ребятки развлекаются. Тут ребятки ловят. Иногда эта речушка, она впадает прямо вот так вот. И вот сюда в сторону уходит. Сейчас такого нет. Впадает по прямой. О, а там подводный охотник на рыбку. Полица. Гора тоже немножко, по-моему, осыпалась. Море чистейшее. Температура воздуха, кстати, здесь на пляже 21,6. Слушайте, самая прохладная. Возле самого озера Брау, там было гораздо теплее. Ух, ё, что-то я хотел искупаться. Он даже с собой вещи взял. Сейчас зашел в море. И после озера мне что-то он кажется, он прямо очень холодный. Сейчас узнаем, какая у него температура. Циферка замерла возле 16,1 у берега. В принципе, комфортно. Классно, что мне показалось, что он такой холодный. На контрасте просто с воздухом. Вот, кстати, на креветочку. И не поймали никого. А жаль. Я сейчас в таком вот состоянии. Я думаю, давайте полностью пройдем. Там указатель. Магазин продукты. Туалет. Столовая. И плюс навесы здесь летом стояли. Сейчас, конечно, совсем все по-другому выглядит. Ничто не уцелело после шторма века. Все пляжи в этом году видоизменятся. Мусора вот совсем чуть-чуть. И то, увидите, в кучку скидали. Пляж, в принципе, чистейший. В прошлый раз тоже понравилась мостика. Здесь нету соединения человека. Там бежало какое-то бревно, через которое я фоксировал зимний период времени. О, сейчас смотрите, сколько тут рябаков впереди сидит тоже. Что-то ловят. Интересно, клюет у них или нет. Ну и речушка мелководная сейчас, притягательная. Зайдем. Ох, водичка-то прохладная, однако. А, вот там дальше, кстати, накиданы деревяшки разнообразные, по которым можно перелезать. Туда вперед я вижу кафешечка есть. Ну и панорамный вид. Слушайте, такое солнышко прям приятное. Как будто сейчас действительно идет у нас лето. Единственное, людей нету. И благоустройство на этом пляже. Здесь тоже, я смотрю, все подготавливается к сезону. Здесь, ребят, прям бомба-пикник. Спасибо, девчата. Лазил туда дальше в горы, но у меня сейчас обувь не позволяет. Сейчас здесь фрески установлены. Дальше там заборы, чтобы люди не пролазили. Возможно, здесь берег обрушился, потому что я прям помню туда красиво виды. Залазили, и это сделать можно было. Сейчас непонятно. Ну и ладно, сегодня не готов лазить. У меня обувь немножко не та. Вам вид, пожалуйста, в обратную сторону на пляж Дерсо. Потихоньку все расходится, тень заходит. Ну, пойдемте через сам вот этот поселочек стройки. Пройдем с вами обратно к машинке. Кофеечка попил. Термис с собой. Это прекрасно. Вот тут метра, наверное, три до воды. Перепад высоты. И вот тут увидено палки, которые залетали сюда со штормом. В общем, удар стихии, я думаю, здесь тоже сладким не показался. Также стройки прямо на берегу. Губернатор. Ау! 500-метровая береговая линия. Как они здесь могут появляться? Много-много вопросов к этому. Беседки, посмотрите, как прикольно. Кафешка восстанавливается потихонечку. Нет смысла, эти там поселок, гостиницы разные. Но это первая линия. Ремонтные работы сейчас ведутся. Тоже после шторма восстановления идет. Если отдыхали где-то здесь, что-то ели пили, пишите, ребятки. Где было тут вкусно, интересно и классно. Ребята камушки восстанавливают. Здесь на разные голоса поют лягушечки. Приезжайте! Ну, а тут вот возможно перебраться через эту реку. Ну, попробуем, что еще с нами будет. Ать, 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 ать. Ну, это все вообще на изи. С этой стороны тоже деревянные беседочки, деревянные домики. Вот эти магазинички, которые он показывал. Вот куча грунта, которые, что он приносил. Мужчина только что искупался. Я что-то так не решился купаться, потому что хочу побывать еще на одном пляже. Если пойду купаться, то мы не успеем. Лез, несмотря на то, что зелень появляется, но можжевельники выглядят пока еще доминирующими. То там, то там. А на этом, друзья, территория этого пляжа заканчивается. Это тоже кафе работало, мангальчики ставить можно было. Но там, по-моему, палаточки, кимпинговая зона. Хочу еще на один пляж съездить к пансенату одному. Давайте попробуем прокатиться. Хотя здесь и в сторону Малого Утреша, тысяча один там пляж, и сам Малого Утреш, великолепные места. Тем более сейчас еще возможно туда проехать. Особенно если там дорогу восстановили, которую разрушил шторм века. Но хочется показать именно два пляжика, которые относятся именно к озеру Абрау. Сейчас мы объедем озеро с другой стороны. И доедем до... Прям раньше было прикольное место. Что там сейчас после шторма века, мы увидим с вами. Возвращаемся обратно к озеру, к его началу. И сейчас будем объезжать, как я и говорил его... Ну, если ехать на озеро, то в левую сторону. Если отсюда мы едем уже, то в правую сторону. С левой стороны остается парковочка. И поворачиваем вот сюда направо. Вот. Все застраивается. Посмотрите, на каких склонах это происходит. Трактора срезает горы. Дальше заливается все бетоном. А до его, чтобы ничего не поползло. В этот раз тут прям все очень застроено. Сюда направо это на парковочку вы заезжаете. Мы же двигаемся вот сюда направо. А сюда это в сам поселок, который находится сверху. Винзавода Абрау. Ну, есть разные осветвления. Но нам вот сюда направо двигаться. По Наиде еду, честно, сейчас без навигатора. Просто здесь было, по-моему, или год, или два года назад. И в воспоминаниях эта дорога осталась. Я помню свои первые эмоции, когда я впервые проехал по этой дороге. И выехал вот сюда, к этой части озера. Так, берем южную или юго-восточную часть озера. По карте, чтобы не ошибиться. И потом вот так вот поворачиваю взгляд. Да ну нафига! Я останавливался здесь, выходил на этот пирс, смотрел на эту часть озера. Там вот ребята с удочками туда дальше. Поселок находится. То есть реально бал эффект. По крайней мере, у меня-то был тогда. Как у вас, сейчас пишите обязательно. Здесь в долине разные кемпинговые базы находятся. Домики стоят, беседки сдаются в аренду. Тут тоже пирсы, лодочки можно брать в прокат. Дорога очень узкая, будьте внимательны. Как я это делаю, и съемка, и комментирование, и управление машиной, лучше не спрашивать. Будете спокойнее жить. Вот отсюда, с этой смотробой, можно остановиться и осмотреть то, что мы с вами там увидели. Цветущие деревья. Ребята на лодочке. Яхты стоящие. И постройки. Поселок, отель. Все это мы берем. А там, посмотрите, какие хоромы понастроили уже. Тогда только это в стадии строительства было. Кто-то себе гору купил, власть имущих. И живет теперь на озере Абрау-Дюрсо. В таком виде мы с вами увидели сегодня. Озеро с этого места. Цветущее весеннее. Прекрасное. Как вам? Пишите в комментариях обязательно. Едем дальше, друзья. Здесь будьте аккуратны. Берег тоже подразрушен. Местами осыпается. Поэтому парковаться надо очень аккуратно. И дальше озеро еще обходит. И поворачивает туда влево. Там была раньше дамба. Надеюсь, сейчас по ней проехать получится. Я по этой дамбе ездил, когда вот этого забора не было. То есть чья-то уже частная собственность, что ли. А здесь вода переходила с одной части озера в другую. Сейчас этого нет. Тут уровень на 3-4 метра ниже. Мне даже стало интересно остановиться. Пару кадров отсюда показать. Пансионат Звездный называется. Туда еще усадьба. Круглое озеро. Ну и сама Абрау с этой стороны. Выглядит вот так. Вот насколько озеро разное. Насколько оно все-таки большое. Мы же поворачиваем сюда влево. И едем на перевал. Эх, солнце садится за горы. Здесь становится довольно-таки пасмурно. И прохладно. Температура, хотя вроде бы показывает, что 21 градус. Здесь можете обратить внимание, как застраивается. Тоже раньше тут несколько датчик было. А сейчас тут уже все ушло под продажей. Люди строят себе дома. Ух, там целые коттеджные такие поселки большущие. Даже отели строят. Ну а что тут? Море в принципе недалеко. Трансфер организовать. И все. Тем более пляж там тоже один из популярнейших. Хотя казалось бы, по такой дороге трудно представить, какие здесь могут быть пробки. Мы перебрались через перевал. Пока вот зелень позволяет вам увидеть. В левой стороне находится этот пляж. Там пансионат Звездный. Внизу и через него мы будем попадать на море. Через 1-2 километра обещают нам парковочку. Перед парковочкой, пока тут машин нет, мы можем вот на такую площадку остановиться, чтобы просто покайфовать. Пора походу одеваться, потому что прохватно становится. Вот видите, внизу есть пляж благоустроенный. Вид на море сумасшедший, на горы. Потом по вот этой горе можно подняться туда дальше, пойти по горам и дойти до пляжика Дюрсо. По крайней мере, сверху его увидеть. В общем, место просто сумасшедшее. Еще там, как вы видите, есть озеро. Обязательно пишите, ребята, как вам такая красота. В общем, надеюсь, что я стараюсь для вас не зря. Ну, а здесь указаны маршруты, по которым можно совершить эко-прогулки. По-моему, надо уже бросать все. Погода помогает и идти с вами гулять в горы. Я думаю, что будет очень интересно. Смотрите, QR-кодам. То есть можно и через Яндекс найти их все и путешествовать. Я думаю, вам понравится. Продолжаем спуск по издельственным тропам непосредственно к этому берегу моря. До заката час сорок. Возможно, действительно, успеем залезть еще и посмотреть его в эскаре. Это был бы топ-контент. Здесь видовая скамеечка. И вы такие приезжаете, садитесь на скамеечку и смотрите на море. Ну, что, прикольно. Я типа, я что, море не видел, что ли? Ну, мы продолжаем спускаться. Везде тут остановка запрещена. Я вот сейчас не знаю, как сейчас там с парковкой будет. Хотелось бы видеть, что получится где-нибудь машинку поставить. Ну, и трудно мне представить, что сюда такой бац, приехал эвакуатор сейчас и начал забирать там, допустим, мою машину. Ну, максимум всего сделано, чтобы сюда не приезжали и не парковались. В прошлый раз я вот там сверху парковался. По-моему, где-то вдоль горы мы ходили к морю от того пансионата. Здесь через территорию, ребята сказали, можно пройти, а ворота вообще тут на какую-то веревочку закрыта. Тут территория как бы кемпинга, там, куда, я думаю, можно приехать и с палаточкой встать, и какой-нибудь домик снять. Бирает музычка, и мы идем к морю. Слушайте, в прошлый раз мы там где-то по горам шли, через какие-то тропы. И тут тоже вдоль забора вот это была возможность подняться и, конечно, на ту тропу. По паркусе не хочу, это место сделано очень много. Надеюсь, мы идем правильно к морю, потому что указателей нет, а поворотов тут очень много. Потому что вот такие вот отели двухэтажные есть. Домик, ладно, назовем. Мы идем по наклону, не по дороге, дорога вот туда, куда-то петляет. Здесь есть еще дорожки, по которым может идти заодно эту базу, можно разглядеть получше. Тут тоже домики. Тут как-то более культурно уже все становится. Пожарная безопасность, все дела. Мы сейчас должны, по идее, выйти к Лиману, а та дорога сразу вела вокруг Лимана. Так красиво очень. Территория большая. То есть местечко это называется Лиманчик. Территория очень крутая. Представляете, как тут летом круто. И вот так вот все это выглядит. А тут внизу журчит ручей. Как-то родник. Футбольное поле, баскетбольные площадки. Я представляю, насколько круто отдыхать именно в таких местах. Озеро пресное, получается, я так думаю. По куче ивы. Пьют воду прям своими бетвями зелененькими. Какая-то просто сказка. Лесные соседи Лиманчика. Кто живет здесь в лесу, еноты. Среди Новосква, Чепаха, Никольского, Соня, Полчок, Волк, Белка, Заяц, Шакал, Куница, Барсук. Господи, аго здесь только нет, ребята. Какое место классное. Рыбку половить, можно посидеть в Новозере. Пойти в море, искупаться в море, рыбу половить. Великолепно. А также, смотрите, еще молодцы просто ребята здесь, кто занимается. Даже указали и растения какие есть. Природа Лиманчика. Ну, вот это называется Лиманчик. Наверное, все-таки оно соленое, потому что обычно Лиман это соленое мелководное озерцо. И здесь такие домики. Причем используется для изгородей. Лес, который в море выкинуло. И туда выход еще в лес. Я в восторге. Здесь перед выходом, я так понимаю, зоны кафе организованы. Вот, кстати, машины, которые выезжали прямо на пляж. Выходим Абрау Лайт Бич. То есть, получается, того отеля чисто пляж с забором. Да ладно. То есть, неужели всем остальным сюда выходить нельзя? Или все-таки за деньги, да, куча разбитых вещей после шторма. И сюда, кстати, влево тоже можно подниматься наверх. Мне, конечно, напрягает, если не могу по пляжам ходить. Или что здесь все завязано, как-то перекрыто. А я хочу на ту сторону. Чем не делать? То есть, идти туда за гору. Прям грустенькой берется. Вот вышли мои. В ту сторону скалы. Эти высокие горы. И в эту сторону. Я хочу сейчас на закат попробовать все-таки залезть вот туда, на самый-самый верх. Думаю, там должно быть еще красивее, чем здесь. Море здесь чистейшее, привлекательнейшее. Но единственное, что под вечер стало уже прохладнее. Как вам вид? Так, друзья, в той стороне мы были. В принципе, там виды красивые. Пойти по пляжу можно. Но было принято решение, что давайте-ка в ту сторону. Там находится домик йога. Если до него получится дойти, то будет просто супер. Вау, путешествие. Поэтому хочется туда. Виды там тоже на море, на закат, я думаю, будут. В общем, погнали. Лезем вверх. Вот это на строительство на берегу для меня, конечно, просто шок-контент. Ну, в принципе, 20 метров свободных как бы есть. Конечно, не доколбаться, но... Блин. Вот к чему мы скоро все придем. Вау! Вот это, да, посмотрите, какая красота. Чего я нашел, еще и шмель тут летает. Вот как выглядит лиманчик. И, собственно, сам пляж. Красиво же вызывает вас радость. Единственное, если вы, что территория закрыта, я не знаю. Может быть, я вообще боюсь, и это просто, например, ремонт и перекрыли. В общем, если вы в курсе, ребят, пишите, так это или нет. Главное правило блогера. Когда гуляешь с самими подписчиками, чем ближе переходишь к краю скалы, тем сильнее не переживает. В общем, переживаете, мне приятно. Но путешествие в ту сторону, по той скале, мне понравилось 100%. Тогда я советую. Здесь что получится? Пока не знаю, потому что я посмотрел мапсми. Она мне советует вернуться туда, и там сквозь забор есть проход. Ты понимаешь, там маршрут более легкий. Но мы не ищем легких путей, поэтому лезем там, где посложнее. Цветочков, зелени. В общем, здесь, ну, очень много. Отсюда еще более красивый вид. Чуть-чуть поднялись, и такой вид меняется. Вау, ребята, как вам эта красота. Все круче и круче с каждым шаром. Смотришь, не верится, что это все перед твоими глазами. Еще в закатных лучах солнышко. Видо действительно завораживающее. По крайней мере, мне очень нравится. Надеюсь, что все те, кто смотрит это видео, уже пишут свой комментарий. Юра, как красиво. Хотим тоже здесь побывать. И вот это получится от души. Дальше заходим в лесок. Что тут какие-то строения даже есть. Хех, места, где полежать. Места, где приготовить покушать. Чем лучше, тем интереснее. Скамеечки. Море какое! Тут, ну, невероятно красиво. Просто пушка, бомба, космос. Тут берега тоже можно, по крайней мере, сюда прийти. Вау! Слушайте, чем дальше иду, чем интереснее становится. Видишь, много всякой макулатуры. Это для розжига огня. И чтобы более безопасно это делать, сюда люди даже принесли такую миску на подставке. То есть там распалился, иди себе кайфуй. Но надо быть аккуратным, ребят, чтобы не спалить лес. Потому что он здесь будет расти невероятно долго. Это не вырастет, наверное, при нашей жизни. Так, и, я так понимаю, это была смотровая площадка. Теперь будем возвращаться на основную тропу уже туда вниз. Куда приведет нас дорожка. Лес зеленый. Здесь надо бояться змеи. Они уже проснулись. Сегодня мы с вами видели маленького лужа. И рассказ мальчика меня не удушевляет, конечно. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Но эта тропинка уже бы вела непосредственно сам лагерь. Лиманчик, с которого начинался наш выход на пляж. Сколько здесь стоянок. То есть это же везде здесь люди, наверное, с палатками как-то отдыхают. Первых молодцы тех, кто поддерживает все в чистоте. Пожалуйста. Уголь, все остальное убрано. Тут качель есть. Здесь вид на смотровую площадку. Так, я хочу на качели прокатиться. Только выйдешь, пожалуйста. Вообще детство было где-то рядом. Это просто космос. Сколько сегодня интересного видео. Сегодня, возможно, случайно осуществится моя местечка. И я наберусь до домика Йоги. Давно хотел там побывать. Но все никак не складывалось. Чувствую меня будут проклинать, что я эти места показываю. Ребят, ничего плохого не имею. Потому что тут канат бы какой-нибудь, да? И можно было бы спускаться. Еще одна скамяечка. Кострища. Домик Йоги находится. Вон там, высоко, в горах. Но мы туда двигаемся. Кстати, там основной маршрут. Я думаю, может по нему пойти и есть. По кучерям. Потому что мы, в принципе, смотровую площадку посмотрели. Тут местами, видите, насколько вытоптан маршрут. Ну, нет-нет. В эту сторону разбегаются дорожки. Ну, пойдемте. В сторону все-таки интереснее идти. Основная тропа показывает, что нам надо было вот туда идти. Видите, даже указатели есть. Мы же не за сокращение, а за красоту маршрута. Я думаю, вы мне скажете, красавчик сократил. Вот если покажу. Интересные обрывы, места. Тут точно. Спасибо, Йоги. Было круто. Вот нам надо на той горе оказаться. То есть, наседая, думаю, уже идти не стоит. Тут на тропу мало похоже. Извинистый, обрывистый маршрут. Значит, все-таки вернемся мы на основную трассу. Вот видите, маршрут 6 указан и влево. Понимаю, что лучше идти туда, а сюда более резкий подъем. Давайте резкий подъем. Нам надо побыстрее подняться, чтобы увидеть закат. Можно даже бежать. Интересно, насколько мне это хватило. Вверх такого бега. Шел третий час и пробежал в горы. Так, фиолетово мы видели. Те точки. Вот он еще белая красота. Птички поют. Ребят, надо было, наверное, идти тем маршрутом. Что-то я уже устал. Вообще, прям тяжело. Особо уставшие даже просто на ветки тут досточки кладут. Все мышцы прям прочувствовались. Попа. Чуваки, я замерз. Я уже раздеваюсь, мне жарко. Она стала более пологая. Но подъем был сильный, ребят. Тут обычно гуляют туда вниз. Поэтому, я думаю, было бы хорошо. Вот основная дорога соединяется с нашей. Или нет. Это еще сквозь горы тут пройти можно было. В общем, я надеюсь, что мы вернемся. И никто не забудется. Но если вы смотрите это видео, наверное, кто-то нашел уже камеру, смонтировал и выложил. Спасибо ему большое. Ну вот основная трасса, ребят. Кстати, тут на эндуро вообще просто гоняй не хочу. Тут показывает, что все маршруты идут туда влево-вниз. На самом деле, там есть стоянки, есть дороги вдоль обрыва. Ну, как бы не будем испытывать судьбу. Пойдем вот по широкой тропе. Тем более, тут вверх стоит очень много, чтобы не свернуть никуда. Слушайте, надо просить у Максима эндуро покататься здесь на мотике. Я думаю, это будет вообще невероятно круто. Тут, смотрите, мы идем по пятому маршруту. Шестой, восьмой туда уходят. Седьмой налево. То есть веранда. Вот, все правильно. Мы идем. Идем на веранду. Там сверху какое-то еще капище подписано. Место для кемпинга, место для пикника с видами на море. Наша задача еще раз говорю. Увидеть эту самую веранду. А если там еще никого не будет, то это будет просто фантастика. Из-за горы зашли. Солнышко опять появляется. Очень жарко стало. Ветра здесь нет от моря. И постепенно мы видим беседку. Вон она, на самой вершинке. Нам туда еще идти. 890 метров. Внизу база отдыха расположена. Это на вид на них сверху. Класс. Дальше отходим от поселения. Все меньше слышим звук генератора. Все больше птиц, все больше зелени. В лесу. На камере это выглядит, знаете, такая гладкая, классная дорога. Но по факту я уже задолбался. И устал. Спасите меня. Кто-нибудь. Кстати, самое главное, что домик уже видели. Значит, он где-то впереди и существует. Да ну нафиг. Может не идти на этот домик. Ха-ха. Ю-ху. Ха-ха-ха. Ха-ха. Я. Вот это да. Вы просто посмотрите. На это. Я шел, что я делал. Думаю, с той стороны. Было очень красиво, классно. Может быть, зря. Не зря. Это мы еще до домика йоги не дошли. Стол, скамейка, есть кофе, ребят. И уже можно. Ха-ха-ха. Фантастика. Как я сейчас-то от души. Вы только посмотрите, ребят. Чуть-чуть выше поднялся. Дальше видны горы. Вот как раз-таки это место с лавочкой. И вот такой вот обрыв. Ой, ёпт. Так, аккуратно. Аккуратно. Так. Особо впечатлительных, пожалуйста, не смотреть. Сколько здесь мускари этих. Это просто. Вал. Слушайте, прогулочка прям явно удалась. Совершенно не зря залезли в эти горы. Ху-ху. Дальше там гора обвалилась. Не пройти. Но есть тропа. Основная тропа уходит туда дальше. Там на мотоциклах коня. Здесь, видите, все-таки больше пеший маршрут. И сразу он более вверх так уводит в горы, чтобы побыстрее добраться. Хожу, что кофту снял. С нее прям с нее вода течь начала. Настолько сильно на подъеме вспотел. То ли дело, на обрыв уходят тропинки. Ты смотришь с ней и думаешь, идти, не идти. Идти, не идти. Идти. Ха-ха-ха. Ух. Вот она беседка. Кайф. И закат. Так, надо спешить. Прикольно. Шажки. Все, ребят, мы уже близко. Осталось чуть-чуть. Даже можно бежать. И опять, как в прошлый раз, сейчас через метров сто сдохну. И все. Ну, подъем очень сильный. То есть вот горизонт вот так. Через весь экран буквально несколько метров. уходит. Налево пойдешь к домику. К йоге придешь. Направо пойдешь к обрыву. Но обрыв тоже очень красивый. Заодно можно передохнуть. Ой, передохнуть. Чуть-чуть. Вау. Чем выше горы, тем красивее. Тут кто-то делал себе стояночку. Выходим из леса. Это домик йоги. Это, слушайте, тут трупы даже внизу. То есть люди спускаются сюда к морю. И туда вид на горы. Последние шаги. И мы на цели дошли. Раз, два. Раз, два. Последние шаги. Мы там, где надо. Здравствуйте. Поздравляем всех, кто побеждал. Вот это вид. И туда. Жалко дымка. Вообще очень красиво. А это, ребятки, называется Южная Озереевка. Туда, за ней, там уже Кабардинка, Новороссийская. Вон там бухта Геленджика. То есть все, в принципе, рядышком. Ну и здесь. Вид две достойные. То, чтобы их смотреть. Меня больше всего, наверное, интересует вид сверху. На закат. Поздравляю, вы дошли, да? Отлично. Ох, подъем. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Тут добрые люди еще водички оставляют. Вот так. Панорамка. Домик йоги. Это по всей красе Южная Зереевка, за горой Новороссийска. Ёк-вык-рёк, вот это я в восторге. Слушайте, что-то мы сегодня невероятное смотрим. Какой закат. Чего не хватает для такого заката? Для того, чтобы этот закат был максимально крутым, не хватало только кофе. А помнишь, мы мечтали о том, чтобы кофе пить у моря. Вот оно сбывается. Рано, сочиняю мечты. Домик йога. И я об этом очень сильно мечтал. Но я могу сказать, что даже сейчас еще не лето, уже зелень чуть появляется. Я представляю, насколько здесь будет волшебно именно в сезон. Когда зелень будет. Когда будет тепло, не надо одевать, будет кофта. Вот я в майке шел, в кофте шел. То есть, в итоге опять в кофте на закате. Друзья, это что-то просто фантастическое. Блин, у меня, я клянусь от сентиментальности, потекла слеза. От того, что я вижу. Это взрыв мозга. Давайте, как говорится, поплачем вместе с вами. Я не знаю почему так. Просто от этой красоты меня подеклись. Фантастика. Закат посмотрели. Я думаю, что дальше как бы нет смысла снимать. Но честно, я увидел то, чего даже не ожидал. Это место меня поразило до глубины души. Фантастический закат. Там стелется дымок. И туда нам спускаться. Ребятки, от ваш дом. Лайка, комментарии, поддержку. Можно донатища закинуть. Если вдруг у вас есть такая возможность, я вам от души буду благодарен. По номеру телефона, видите, он на экране. Также подпишитесь на телеграм. Участвуйте в розыгрышах. И да пребудет с вами сила Черного моря. Приезжайте, отдыхайте. Мы вас очень сильно ждем и любим. Посмотрите, какие места ждут вас. Какая это красота. Фантастическая. С вами был Юрий Азаровский. Хочу выпить за ваше здоровье. Чтобы вы не болели и всегда были на позитиве. Всем всего светлого, ясного и самое главное, мирного неба над голубым. От души, друзья мои. Всем пока. Так, друзья, хочется вам еще показать помимо верхней площадки и еще нижнюю. Потому что здесь я уделил много места. То есть, такой дощатый пол. Пришел кайфующий, получаешь удовольствие. Сверху кровля тоже есть и по бокам. То есть, нижнюю площадка еще больше получается. Ребята, которые там были, они уже все ушли. Лестенка довольно-таки высокая сюда. Ну, вид отсюда, конечно, гораздо круче. Здесь есть дорога и по прямой. В общем, вы берете какой-нибудь, допустим, мапсми и в нем ставите домик йога. И он покажет вам все маршруты, которые есть. Либо на Яндекс.Картах, смотрите. Вот такая нижняя тоже площадочка. Но здесь больше краска подстерта. Ну, если вы со своим ковриком придете, то вам это особо не помешает. Место крутейшее. Я очень надеюсь, что оно будет еще очень долго радовать всех гостей, кто к нему придет. То есть, мы пришли в любую погоду. Нашли здесь убежище от дождя, от ветра. От ветра, ладно, сомнительно, но от дождя точно. И можете отдыхать. Конечно, еще было бы интересно. Вот оттуда, откуда я вижу спуск. Идет вниз, ребята, кто-то спускается. К морю. Ну, ладно. Не сегодня, не сейчас. Как это круто. Как это мне понравилось. Я в восторге. По-другому не сказать. Надеюсь, что и вам тоже. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»